На подсознательном уровне ты ищешь себе перо, чтобы она сама по себе по ножкам у тебя подходила. Вот это подойдет? Нет. Большеватая будет, естественно. Видишь, нет, куда она уходит. Значит, ищем по-другому, помельче ищем. Вот это подойдет? Ну вот уже более-менее. То есть, видите, центр оси. И вот они, ножки. То есть, они не должны быть слишком длинные и в то же время, само по себе, не должны быть слишком короткие. Но я как-то визуально уже пристреливаю. То же самое делается с мухрыми и мухами и со всеми подряд. То есть, вот так вот берем, прикладываем. Вот у нас центр оси, короче, вот у нас ножки. Видите, нет, само по себе. То есть, они не сильно выступают за загиб. Если сейчас мы возьмем другое перо, то они могут выступить аж вот сюда. Зачем такие ноги делать? Обрезать, естественно, перо нельзя. То есть, сразу заведомо подбираем перо, короче. Дальше что делаем? Ставим перо, короче, по направлению, чтобы у нас само по себе оборотки смотрели только вперед. Почему? Потому что у рачка вперед ножки смотрят. Соответственно, короче, складывать перо это будет слишком толсто. Почему? Потому что мы обкрутку должны делать пером само по себе очень редкую, ни в коем случае не густую, потому что все будет густо. Соответственно, вот она приложили, как мы примотали. Естественно, вот эту сторону мы взяли просто, бородки убрали. Они не нужны. То есть, вот оно у нас пошло закрепление. Проволока, само по себе, потом пленка. Потом, естественно, мы крепим в этом же месте, короче, уже перо. То есть, сначала накладываем материалы все, которые нам нужны будут. И, конечно, кое-какия все, которые нам нужны, это как насмелось про щенчики. И вот это все соответствия пролезает. Былоanch